Венский конгресс. Присоединение Австрии в 1813 году к анти-наполеоновской коалиции, помимо военного триумфа, принесло также и дипломатический успех. Послевоенный конгресс, созванный с целью упорядочения ситуации в Европе, состоялся в Вене. Это означало о признании первенства Австрии в системе государств, опирающихся на международные договоры. Представители самых крупных европейских стран, которые с осени 1814 года до поздней весны 1815 года заседали на конгрессе в Вене, хотели создать такой международный порядок, который обеспечивал бы спокойствие внутри их государств, а также длительный мир на континенте, столь необходимой обескровленной Европе. Французская революция, которая в 1792 году свергла бурбонов с трона и смела феодальный режим, вводя принципы свободы, равенства и братства, представляла смертельную угрозу для прежнего европейского порядка. Казнь супружеской четы монархов Людовика XVI и Марии Антуанетты, происходящая из рода гаусбургов, а также кровавая резня аристократии и духовенства, порождали обоснованные опасения, что революционные заразы, как ее тогда называли, рано или поздно появятся и в других странах. Коалиции, создаваемые против Франции, несли поражение за поражением, а военные успехи вынесли на гребень волны бога войны, как его тогда называли, Наполеона Бонапарта. Маленький капрал начал триумфальный марш по Европе, устанавливая гегемонию Франции чуть ли не на всем континенте. Он изменял границы, государственные устройства стран, свергал прежних владык, изменял их членами собственной семьи или же наиболее способными маршалами. Неудачный поход Наполеона на Россию в 1812 году и последующие поражения под Рейпцигом означали конец наполеоновского доминирования. Но, помимо радости в головах предводителей, победоносной коалиции, крутился очень важный вопрос, как должна выглядеть новая постнаполеоновская Европа. Возможно ли возвращение к состоянию дел, каким оно было до 1789 года, или все же необходимы определенные коррективы? Для властителей России, Пруссии и Австрии возвращение к карте Европы образца 1789 года было неприемлемым, поскольку это означало бы воскрешение Польши, а также отказ от полученных за ее счет территориальных приобретений. Также существовал риск, что какой-нибудь из государств заменит французское доминирование в Европе своим собственным. В гостях у Франца I решение о месте и времени проведения Конгресса было принято в Париже. 32 статья 1 Парижского мирного договора от 30 мая 1814 года гласила, что в течение двух месяцев все государства, чьи интересы лежат на той или иной стороне, пришлют своих представителей в Вену, чтобы на общем Конгрессе согласовать постановления, которые должны были дополнить существующий мирный договор. Венскому Конгрессу предшествовал съезд в Лондоне, июнь 1814 год. Этот съезд носил консультационно-предварительный характер, готовились решения, принять которые предстояло только в Вене. Первые важнейшие встречи европейских дипломатов, а также фактическое начало переговоров, должны были состояться в сентябре того же года. В столице Австрии собралось 150 монархов, около 450 дипломатов, а также почти 100 тысяч гостей. Например, российский царь Александр I и король прусский Фридрих Вильгельм привезли с собой огромные свиты князей, министров, секретарей и чиновников. Вена неплохо на этом заработала. Цены на апартаменты и даже на простые комнаты в гостиницах достигали голокружительных размеров. В городе, охваченном радостной атмосферой карнавала, соревновались в организации балов и приемов. Развлекались не только монархи и вельможи, но и ветераны войны, которые по случаю годовщины битвы под Лейпцигом, приходящие на 16-19 октября, были приглашены на торжественный пир, меню которого составил сам император. Танцующий конгресс Во время конгресса в Вене был впервые исполнен знаменитый венский вальс. Реакции были весьма разнообразными. Некоторые дамы решительно покидали бальную залу, считая публичные объятия во время танца аморальными. Говорили также, что постоянное окружение может вызвать различного рода болезни и даже привести к смерти. Наверняка все эти опасения были чужды царю Александру I, который кружился по венским паркетам в ритме нового танца. Один из завсегдатаев салонов, дипломат и офицер австрийской службы, герцог Карл де Линь, так комментировал затянувшие прения на конгрессе. Конгресс не продвигается, он танцует. Торги и компромиссы Официальное начало конференции было запланировано на 1 ноября, однако до этого торжества так и не дошло. Никогда не состоялось и формальное закрытие Конгресса, а также пленарная встреча всех его участников. В качестве дня окончания дебатов принимается 9 июня 1815 года, когда были поставлены подписи под заключительным актом Венского Конгресса. Этому сопутствовала несколько нервная атмосфера, поскольку на 100 дней в игру вернулся Наполеон, который после бегства с Эльбы вновь захватил власть во Франции. В начале доминирующую роль на переговорах играли исключительно представители четырех государств-победителей – министры иностранных дел России, Великобритании, Австрии и Пруссии. Французские и испанские дипломаты едва получили право высказывать свое мнение по принимаемым решениям, что натолкнулось на сопротивление Шарля Морриса де Тайлерана Перегора, представляющего Францию. В конце концов, этому ловкому дипломату удалось таки убедить присутствующих в Вене политиков в том, что ново-старая Франция относится к коалиции победителей и что с ее голосом следует считаться. Был создан комитет восьми, в который дополнительно кооптировали остальных подписантов Первого Парижского мирного договора – Францию, Испанию, Португалию и Швецию. Первым решением этого комитета стало создание рабочих комиссий – правовой, статистической по делам Польши, Саксонии, Германии, Италии, Швейцарии, дипломатических степеней и рангов по работорговле и внутренним водным путям. Однако наиболее существенные решения по-прежнему принимались комитетом четырех, а со временем, когда повысилась значимость голоса Франции, комитетом пяти. Среди монархов, принимавших участие в Конгрессе, самой сильной позицией обладал царь Александр I. Со стороны оставшихся государств главной роли играли австрийский канцлер князь Клеменс фон Меттерних, британский министр иностранных дел Виконт Роберт Стюарт Калтри, а также уже упоминавшийся французский дипломат князь Шарль Морис де Тайлеран Перегор. Довольно существенную роль сыграли и те, кто представлял Россию. Так, основой представления России был князь Адам Ежи Черторийский, который усиленно ходатайствовал об устройстве земель герцогства Варшавского королевства польского, связанного с Россией персональной унией. Вопрос польских земель и Саксонии стал объектом самых больших споров между участниками Конгресса. Конгресса возникла даже угроза, что недоразумения могут привести к войне между Россией и Пруссией с одной стороны и коалицией Австрии, Франции и Великобритании с другой. К счастью, хладнокровие дипломатов и компромиссы заинтересованных сторон погасили возможный конфликт. Ключевые решения. Устанавливая на континенте новый мировой порядок, который должен был уберечь Европу от революций, участники Конгресса приняли три принципа. Реставрация, то есть возвращение к государственным системам 1789 года. Легитимизма, то есть законности, гарантирующая нерушимость прав правящих династий, в том числе и Габсбургов. И равновесие сил, состоящего в том, что ни одна из великих держав не достигнет значительного перевеса над остальными. При этом, однако, не были соблюдены интересы более слабых стран и народов. Окончательно сформировалась новая Европа, но Европа монархов, а не народов. Франция, обязанная выплатить контрибуции, вернулась к границам 1792 года. Но часть войск, держав убедителей, должна была временно оставаться на ее территории. Герцогство Варшавское было ликвидировано, а права на королевство Польское, созданное из большей ее части, получила Россия. Краков с небольшим округом стал вольным городом, несуверенным государством, находившимся под присмотром держав-завоевательниц. На практике самое большое влияние в нем имела Австрия, получившая северно-восточную часть Галиции и вернувшая себе Тарнопольский округ, который в 1809 году отошел к России. Среди приобретений Габсбурга Латаргинской династии оказались, в частности, Ломбардия, Венеция, а также Иллирийские провинции, то есть Талмация и Истрия. Фердинанд, брат императора Франца I, занял трон великого герцогства Тосканского, а Мария Луиза, вторая жена Наполеона, получила в пожизненные владения герцогство Пармское. Пруссия, в свою очередь, получила Великую Польшу, отрезанную от герцогства Варшавского, из которой на правах автономии создали Великое герцогство Познаньское. Часть Саксонии, новые владения в Западной Германии, Бестфалии и Рейнской области, а также Западной Бомиранию, называемую Шведской. Великобритания утвердила свое владычество на Гирголанде, ранее полученном от Дании, а также на Мальте и Ионических островах. Кроме того, она узаконила свою власть над Азиатским Цейлоном, у Дании отобрали Норвегию, которую присоединили к Швеции, а за Швейцарией признали статус нейтрального государства. Вместо восстановления Священной Римской империи было решено создать Германский союз, возглавляемый Австрией. Это была крупная конфедерация немецких государств. В ее состав входило 35 государств и 4 свободных города. В связи с владением немецкими землями, к ней принадлежали короли Голландии, Люксембург, Великобритании, Ганновер до 1837 года, и Дании, Гольфштейн, до 1864 года. Во главе Германского союза находился парламент, то есть Буддастаг, с резиденцией во Франкфурте на Майне. Священный союз. Однако это были еще не все решения Венского конгресса. Во время обсуждения возникла идея европейского концерта, то есть совместных действий крупнейших держав для обеспечения мира. Уже после конфедерации 26 сентября 1815 года по инициативе царя Александра I Россия, Австрия и Пруссия заключили союз, названный священным, в который были приглашены все христианские государства Европы. Подписавшие этот договор, обязывались использовать свои политические принципы христианской религии и справедливости, а также вести совместную борьбу с либеральными и революционными движениями, защищая политический порядок, установленный на Конгрессе. В 1820 году Конгресс Священного Союза в Тропау обязал участников противодействовать конституционным реформам в своих странах. В 1821 году в Лайбахе уполномочил Австрию свергнуть либеральную власть в Неаполе. В 1822 году Вероне одобрил интервенцию Франции в Испанию для восстановления там абсолютизма. Конец Священному Союзу положило соперничество Австрии и России на Балканах в 1822-1830 годах. Император платит за всех. Венский Конгресс ничем не напоминал сегодняшние встречи на высшем уровне. Многие решения были приняты на раутах и банкетах, организованных для участников конференции. По венским салонам даже начала ходить острота. Русский царь занимается за всех любовью, датский король за всех говорит, король вюртемберский за всех ест, а баварский за всех пьет, ну а австрийский император за всех платит. В городе буквально роились шпики, которые должны были добывать информацию, компрометирующую политиков. Например, из Великобритании доставляли куртизанок, то есть шлюх, называвшихся горничными и исполнявших роль шпионок. Институт еврейских жен. Не теряло зря времени и тайной полиции Австрии, которая занималась примерно тем же. Решения Франции I пригласить в Вену делегаций государств, княжеств и городов Европы были очень дорогостоящими, но при этом вполне окупились. В 1815 году родилась венская система международных отношений, были созданы основы европейского политического порядка, который почти полвека предохранял Европу от войн. Чем это закончилось, вы все прекрасно знаете. На практике эта система стояла в том, что созывалась конфедерация, чаще всего по инициативе министра Меттерниха. Эта конфедерация называлась конференцией. С участием монархов или министров и согласовывались текущие дела, касающие внешней политики участников. Период после Венского конгресса в то же время был эпохой внутренних конфликтов в отдельных странах. Их апогей наступил в 1848 году, хотя и казалось, что навязанный сверху порядок сохранить не удастся. Однако в основном расстановка сил в Европе осталась без изменений в течение почти ста лет. Европа не умеет жить в мире и постоянно ищет войн. Только войной Европа может достигать свои так называемые права. Именно поэтому Венский конгресс являлся первым, но не последним за всю историю человечества. Венский конгресс привел к кодификации принципов современной дипломатии. Чтобы вести порядок на встрече в ходе конгресса, была установлена иерархия дипломатических представительств. И впервые в истории она была урегулирована с правовой точки зрения. Разработанный в то же время Венский регламент представлял значимый фундамент для дипломатического права. Об этом сведении стоят, судя бы то, что некоторые его положения были обязательными вплоть до XX века. Широкие полномочия, которые император Франц I предоставил своему советнику Меттерниху, горячему защитнику принципа равновесия государств, привели к тому, что время между Венским конгрессом и весной народов, так называемых, часто называется эпохой Меттерниха. И весь этот Венский конгресс был создан исключительно в поместье Габсбургов. Габсбурги инициировали подобного рода мероприятия, пытаясь показать свою мировую мощь. Тем не менее, это те самые Габсбурги, которые в итоге выродились. Выдающая челюсть внизу, как уродство, на лице у каждого, можно было видеть о отличительных членов данного рода. Действительно, этот род выродился исключительно из-за постоянных кровосместительных браков. Габсбурги очень боялись чужой крови. И вы прекрасно помните, что в Австрии, в дворце Хофбурге, именно там заключались династические браки, тут же в Хофбурге была расположена усыпальница, названная Сердечной, в которой, начиная с XVII века, хранились в урнах сердца умерших Габсбургов, а также гробницы эрцгерцогини Марии Кристины, установленной ее мужем в 1812 году. Анализировав историю Габсбургов, так же, как и других одиозных фамилий, можно сказать, что единственное, чем они занимались, это глобальная исторически-политическая игра, которую носила с собой тысячи, а иногда и миллионы жертв обычных человеческих жизней. Вот что стоит за одиозными фамилиями. Игра на жизнях. Игра на крови. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok